Исторический максимум кредита доверия президенту страны – 82%. По итогам опроса Центра исследования общества БГУ во всех регионах страны в июне этого года глава Кабмина Аклбек Джапаров назвал цифрами доверия народа, увидевшего и ощутившего улучшение во всех сферах жизнедеятельности государства. На расширенном аппаратном совещании с сотрудниками администрации президента Аклбек Джапаров подвел некоторые итоги работы главы государства и его команды к настоящему моменту. За последние годы экономический рост Кыргызстана бьет все рекорды и демонстрирует исключительно устойчивое развитие, так как средний темп роста за последние три года – 7%. Объем ВВП Кыргызстана по итогам января-юля 2024 года составил более 677 миллиардов суммов, а темп реального роста ВВП составили 87%. Если не учитывать вклад Кунтора, то объем ВВП вырос в реальном выражении на 10,6%. Такую задачу я перед вами ставил и перед Кабинетом министров, что подчеркивает значительный экономический рост в стране и ускорение темпа роста по сравнению с 2023 годом. Такой рост в условиях глобальной нестабильности и вызовов говорит о том, что экономика не просто адаптировалась, она вышла на новый уровень и продемонстрировала настоящий прорыв. Как отметил глава Кабина, ВВП на душу населения на настоящий момент составляет около 2000 долларов США, тогда как в 2020 году он составлял 1230 долларов. Акалбек Джапаров подчеркнул важной слаженной работой всех структурных подразделений администрации главы государства для эффективной реализации поставленных задач, добавив, что Кыргызстан постепенно переходит в более конкурентную и сильную лигу стран, что повлечет за собой неизбежное изменение взаимодействия с международными финансовыми институтами. По мере того, как страна развивается и достигает более высокого уровня экономического благополучия, она перестает нуждаться в прежних условиях поддержки. Это показатель того, что мы растем и становимся более самостоятельными. Хотя условия могут стать менее льготными, объемы финансирования будут расти, открывая нам доступ к более значительным инвестициям и ресурсам для реализации наших амбициозных проектов. Строительство тысяч километров автодорог, сотни новых школ, спецтехника для дорожников, энергетиков, МЧС, полноценное обеспечение общественным транспортом в городах, обновленные и новые аэропорты, как результат фискализации и борьбы с теневой экономикой в стране. Строго выверенные, научно обоснованные методы реформ на основе практического опыта фискальных служб. Благодаря такой работе Кыргызстан в состоянии реализовывать такие крупномасштабные проекты, как строительство Камбаратинской ГАС-1, железнодорожного сообщения «Китай, Кыргызстан, Узбекистан». Пришло время выходить за рамки имеющихся реалий и укреплять позиции в международных рейтингах, отметил глава Кабмина. Текущий рейтинг не соответствует нашим реалиям и над этим надо поработать. Наша задача повысить позиции стран в этих рейтингах, что откроет новые возможности для инвестиций и сотрудничества. Мы должны сделать все возможное, чтобы мир увидел результаты наших реформ, прогресса и стремления к лучшему. Это является стратегической целью, которой мы должны стремиться, чтобы обеспечить стабильность и процветание страны. Глава Кабмина напомнил о стоящей задаче к 2030 году войти в 30 лучших стран по достижению цели устойчивого развития, а также достичь объема ВВП страны к этому моменту в 30 миллиардов долларов США. Впереди ждет много работы, но я убежден, что наша команда под руководством президента добьется поставленных целей и выведет Кыргызстан на новый уровень, отметил Аколбек Джапаров и призвал работать так, чтобы каждый шаг и каждое решение были направлены на улучшение благосостояния граждан и укрепление позиций страны на мировой арене. Булат Исаев Азамаджа Пакав Алату-24